Привет, друзья! Сегодня давайте поговорим о аромадиффузорах и не только поговорим, но и сделаем своими руками. Для чего нужны вообще аромадиффузоры? Например, возможно, вы замечали в некоторых офисах или, например, когда заходишь в дом кому-то, такое происходит благоухание в комнате, приятный запах и располагает к чему-то доброму и хорошему. На самом деле ароматические масла способны действовать на хорошее настроение, успокаивать или бодрить, и даже помогают победить депрессию, смотря какие масла вы подберёте, и масла должны быть правильные, они должны быть натуральными. Если вы покупаете аромадиффузоры, например, в магазине, часто там используют ненатуральные химические аромадиффузоры, которые не только вредят человеческому организму и даже содержат опасные вещества. Поэтому, чтобы наши диффузоры не вызывали у нас аллергии и астмы, давайте будем делать сами. Для этого мне нужны натуральные аромамасла, обычно они продаются в аптеке. Есть разные ароматы. И также мне нужно оливковое масло. Нам недавно привезли с Италии 5-литровую канистру оливкового масла, поэтому я возьму его. Оно очень вкусное, очень хорошее. И также некоторые используют спирт или водку. Флакончики можно взять от старых каких-то духов, использованных, например, подойдут. Или какие-то маленькие-маленькие баночки с узким горлышком. Но в качестве палочек я буду использовать обыкновенные шпажки. Шпажки должны быть высотой 2 высоты нашей ёмкости. 2 высоты нашей ёмкости. Ну или чуть выше. Обычно используют для диффузора от 5 до 8 палочек. Смотря какое масло внутри, сколько его там и в какой комнате вы хотите поставить. Например, в спальне я бы не рекомендовала вообще ставить диффузоры, чтобы они не раздражали слизистую носа. Хотя масло натурально, но тем не менее, когда человек спит, то он должен отдыхать спокойно. Обычно ставят диффузоры в зале, даже на кухне ставят, я видела. В ванной комнате, в туалетных помещениях, в коридоре. У меня остался настоящий диффузор. Он здесь с дырочкой и откручивается, что позволяет налить сюда жидкость. Итак, я буду красить мои баночки. Одна выглядит вот так, другая в виде бутылочки. Ну а третья пузатенькая, хотя такие формы не применяют, но тем не менее, можно иногда их использовать. Баночки я хочу покрасить золотой краской и мне пригодится еще скотч. Вот такая краска, я уже вам показывала как-то. Золотой крем, можно простой краской, можно краской из баллончика. Обклеиваю скотчем мою баночку, буду красить снизу, ну и, наверное, еще сверху полосочку. Красить буду средней жесткости кисточкой и сушить буду феном. Эта краска, кстати, хоть она и крем, она очень хорошо разбавляется водой. Так что работать легко. Краска крем акриловая, и поэтому я охотно. Ее использую. Я покрасила одним слоем и посушила, и теперь вторым слоем крашу. Получается как будто такая деревянная поверхность, шершавая, что я хотела и получить. Крашу дальше. И теперь, когда уже мой флакончик высох, я снимаю ленту. Где не прокрасилась, можно аккуратненько кисточкой пройтись. Получился вот такой флакончик. Теперь я крышечку этого диффузора тоже покрашу золотой краской. Будет такая коллекция, знаете, синих флакончиков и вот золотых, так скажем. Или с золотом. Окрашиваю два раза и просушиваю феном. Чем хорош или хороша краска крем, тем, что оставляет вот такие вот грубые мазки. То есть структурная получается поверхность. И интересно выглядит наша вещь. Но не все же гладко иметь что-то нужно и шершавое. Поэтому мне очень нравится такая структура. Смотрите, как она смотрится. Интересно. Можно, конечно, сделать молды такие. Или как они называются, да? Утиски украсить. Наши баночки. Или, например, декупажем. И третью баночку я обклею вот такой золотой веточкой. Не хочу я сегодня много делать украшательств. Поэтому попроще. Ну и чтоб оно подходило друг к другу. Итак, пистолет нагрелся. Где-то чуть выше серединки я проведу вот такую линию тонкую. И буду приклеивать эту тесьму с листочками. Можно приклеить и листочки. Но мне кажется, когда они торчат, выглядят посимпатичнее. Поэтому приклеиваю только веточку. Так, слишком пистолет льет. Только веточку. И выглядит вот так вот воздушненько. И красиво тогда. Может кто-то спросит, где я взяла такие малюсенькие баночки. Они скопились на протяжении времени. Это были вазочки с разными веточками. Итак, что мы вставляем вовнутрь? Как я сказала, это 2-2,5 высоты. Обрезаем шпажки. Но так как у маленькой баночки широкое горлышко, то, конечно, шпажки надо делать покороче. Но тоже пойдет сделать такой диффузор. Вставляем шпажки. И туда же можно вставить какие-то симпатичные веточки для красоты. И у нас будет очень симпатичный диффузор. Вот такой вот. Туда мы сейчас нальем масло, конечно. Покажу второй флакончик, как можно оформить. Второй флакончик я просто надеваю. Надеваю, надеваю. Ну, в общем, прицепила деревянные бусины на разной высоте. Они у меня с широким отверстием. И вставляю. Тут как раз-таки 2,5 высоты баночки. Или 2, получается. Тоже выглядит очень симпатично. И, как вы видите, можно в принципе вставлять разные палочки, сухие веточки. Обычно, как я сказала, от 5 до 8 палочек внутрь ставится. Вот. И вот такие сухие веточки тоже можно поставить. Они тоже впитывают масло. Ну, и украшают наш диффузор. Вот, смотрится очень симпатично. Сейчас я распределю. Они все в кучку сбились. По разным уголкам распределим. Ну, и здесь в синем диффузоре у меня вот такая вот веточка. Так, дальше. Пластиковые баночки желательно не использовать, потому что они меняют запах. Получается не очень приятный запах. Поэтому лучше использовать стеклянные емкости. Теперь давайте приготовим само масло. Мне нужно 3-4 столовых ложки оливкового масла взять. Можно также использовать масло жужуба, алоэ вера и миндальное. Итак, наливаю я вовнутрь 3 столовые ложки оливкового масла. Можно 4. Раз. Два. Три. Четыре. Теперь беру любимый запах какой-то. Ну, давайте возьмем лимон. Вот, цитрон. И в это масло накапаю 25 капель. Ммм, какой аромат нашел. Перемешиваем хорошенько. И теперь переливаем в нашу емкость. Наши диффузоры должны стоять там, где они достанут дети. Или где они не будут мешать. Потому что палочки торчат во все стороны. И чтобы это не мешало. И не обременяло нашу жизнь. Как говорится. Так. Если палочки ваши со временем потемнели. Их нужно будет заменить. Если они совсем уже стали коричневые. Ставим палочки. И через несколько минут они впитают масло. Ну, и опять-таки здесь вот есть дырочка. Из которой тоже выходит приятный очень цитроновый запах. Сюда же можно добавить, например, спирт. Спирт способствует тоже усилению запаха в комнате. Я не буду заливать все диффузоры. Просто я вам показала пример, как можно использовать. Ну и напоследок я решила все-таки приклеить вот эту тесьпу. Золотую веточку на синий флакончик. Мне кажется, синим очень красиво смотрится золото. Посмотрите. Приклеиваю горячим клеем. И у меня получилась вот такая красота. Делайте такие аромадиффузоры своими руками. И получайте наслаждение от приятного, любимого запаха. Ну, а с вами, как всегда, была Мила. Всем желаю приятного дня. Хорошего настроения. И берегите свое здоровье. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok